Доброго времени суток. 8 октября 2019 года вышла первая часть исследования знаменитого в узких кругах бэклинка, которого уже, глядя на меня, цитирует полмира. И касается она скорости загрузки сайтов на различных платформах, на мобилках, разных показателей измерения этой скорости. Мы подхватили достаточно быстро эту статью Pixel+, потом, ссылаясь на перевод Pixel+, опубликовал ее в ЭЦ, и сегодня они уже ранжируются выше по запросу из заголовка. Ну и разумеется, не забыли написать об этом и PRC, и прочие крупные ресурсы. Я сначала хотел сделать очень подробные исследования с описанием всех метрик и так далее. Но не буду никого напрягать этими длинными заунывными интегралами и прочими формулами, просто расскажу о чем в целом этот материал. И что тут наиболее интересного? Ну, конечно, всего это средние показатели по больнице, поскольку он тут пишет, что исследовал 5 миллионов сайтов на дисктопах и мобилках. Интересно, где он взял такие объемы, или это отсылка к какому-нибудь Google или Mozilla, или это его личная база подписчиков, которых он опросил. Но так или иначе, если верить вот этому числу, то исследование довольно внушительное. И, как говорится, статистически значимое, по крайней мере, для региона США. Так вот, средние скорости получились такие. 1.286 для десктопов и 2.6 примерно для мобилок. Это у нас показатель время загрузки первого байта. При этом на мобильных скорость загрузки на 88% ниже, чем на десктопах. Самыми шустрыми смс-ками оказались Squarespace и Vibli, самыми тормозными Wix и WordPress. Отличная антиреклама для них. Дальше будет интересная еще полемика в комментариях по поводу WordPress. На TTFB Time to First Byte значительное влияние оказывает CDN. Во второй части исследования Брайан обещал написать про SSL. Также влияет сжатие. Мгзи помогает быстрее загружать изображение. Общий вес страницы. По нему есть легкие и тяжелые страницы. И так вот, легкие, непонятно правда, что считаются легкими, грузятся почти в 5 раз быстрее. Из фреймворков самыми шустрыми скриптовыми оказались Винки, Гэтсби, самыми тормозными, Метеор и Твин Макс. Кстати, и знаменитые Engel и React тоже где-то там оказались, в общем, внизу списка по скорости. Так, что еще интересного. Страны самые шустрые, Китай, Япония, Германия, самые долгие Австралия, Индия, Бразилия. Что подтвердили тут же индусы в комментариях, написав, что привет бэклинка, ты используешь такой-то CDN сервер от такой-то конторы. Так вот, у них нет серверов в Индии, поэтому твой сайт иногда, который весит всего 9 мигов, грузится у нас очень долго. Не помню, там нет, по-моему, конкретной цифры, числа в секундах. Про CDN, автор известного ресурса для всех гугловодов, говорит, что, вероятно, одни работают лучше, другие хуже. И там же приводит где-то таблицу сравнения различных провайдеров. Вот примерно и все, что было интересно в этом исследовании. Инструменты, которыми можно пользоваться для определения скорости, это, конечно же, знаменитый PageSpeed Insights от Google, который оперирует такими показателями, как FCP, Full Contentful Paint, Full Contentful Paint, по-моему, так, надо уточнить все-таки. Вот есть такой ресурс, описывающий веб-стандарты. И он предлагает различные метрики, так называемые прогрессивные веб-метрики. First Paint, First Contentful Paint. Вот как раз первая отрисовка контента, которая оперирует Google PageSpeed Insights. Feed, это у нас First Input Delay. Сейчас не буду тоже подробно на этом останавливаться. На самом деле, при измерении скорости загрузки сайта, вот он еще показывает время загрузки достаточной части контента. Достаточной, видимо, то ли для взаимодействия достаточной, но, скорее всего, это достаточной в плане визуального восприятия. А вот как раз время загрузки для взаимодействия. Целых 6 секунд для сайта многострадального, подопытного. Причем, время загрузки этого сайта значительно возросло при размещении скриптов RCA и AdSense. Что, кстати, тоже затрагивается в материалах статьи. Под пунктом Fiat Party. Чего-то там, скрипты, девелоперс и так далее. То есть, размещение скриптов третьих лиц, ВКонтакте, Рамблер, счетчиков и так далее, значительно замедляет скорость загрузки. Еще один инструмент. Это GTmetrix. Еще один западный инструмент, который меня заблокировал после создания аккаунта. Якобы взял время на раздуме. Это Pingdom. Pingdom. Инструменты эти описаны вот в этом документе, на сайте Medium.com. Еще есть интересный ресурс от авторов знаменитого Demos. Они приводят такие основные метрики, как FirstPaint, Contentful, FirstContentfulPaint, FirstMinfulPaint. Которая означает, что, ну вот, наконец-то я могу что-то делать с этой страницей. Наконец-то я понял, что это за страница. TimeToInteractive, оно у Google закладывается в рамках 50 миллисекунд. Считается хороший показатель. То есть, пользователь должен уже куда-то тыкнуть, даже если он еще не видит контент, и получить ответ. Что касается FirstContentfulPaint, то, как и принято считать, до одной секунды это высокая скорость, до двух с половиной средняя. Все, что выше, это уже низкая. Из интересного еще отмеченного Брайана. Что касается CMS, вот тут, как ни странно, Drupal оказался, чуть ли не в лидерах по скорости. 1S Bittrex оказался середнячком в этом рейтинге. Вот так, из знакомых тут особо больше ничего, Jimda, типа 3CMS. Остальными я лично не пользовался. Ну, рекомендует Vibli и Squarespace, как лидеров по скорости. Из фреймворков, по количеству использования, в основном у нас, конечно, React Angular. Что там еще? Ну, Tools приходилось ковырять. Вот, он отмечает, как один из самых популярных, неправильно, это по-русски, одни из самых. Самые популярные React, TwinMax и Require.js, это для США. Скорее всего, хотя не указывается, что это за 5 миллионов подопытных сайтов. По поводу сжатия GZIP работает, если коротко резюмировать. Но при этом, нужно либо сжимать чуть-чуть, либо сжимать очень сильно. Все, что среднее, из-за того, что на распаковку тоже тратятся ресурсы, практически не влияет на скорость, если верить исследованию. Сторонние скрипты замедляют загрузку страниц. Вопрос такой, ставится адаптивные изображения, либо формат ВП. ВП, конечно, надо ковырять, изучать. Что касается адаптивных изображений, то можно сделать такое резюме, что если у вас львиная доля трафика мобильная, то, конечно, нужны адаптивные изображения, более мелкие, чем обычные. Приводится сравнение популярных провайдеров иностранных, которые ни о чем не говорят. Можно также посмотреть исследования типа хостинг-инфо, которые предлагают различные сервисы для создания CDN. Но из этих я, допустим, использовал только Cloudflare, которые меня там через неделю халявы заблокировали. Что касается российских хостинг-провайдеров, нужно спрашивать у них конкретно, могу ли я, допустим, у вас использовать технологию CDN. Возможно, одно из следующих моих видео будет на эту тему. Ну, собственно, тут картинка, иллюстрирующая CDN. И, наверное, из того, что мне бросилось еще в глаза, можно отметить саму вот эту переписку. Допустим, троллят тут самого Брайана, что у него огромные картинки, все медленно грузится. На что он отвечает, что у меня огромная аудитория, и меня в том числе смотрят на больших экранах. Поэтому я уже использую CDN, но пока еще не использую какие-то супер продвинутые техники по изображениям. И тут же, конечно, бросилось много народу защищать WordPress. Пишут, что связка WordPress плюс SiteGround отлично работает, показывает зеленый цвет от Google. Но как только ставятся еще дополнительные какие-то плагины, скорость падает при добавлении тем, там еще чего-то. Также пишут, что для WordPress существуют отдельные хостинги для скорости, которые не вошли в исследование. С плагинами такими, как Rocket, Smash и прочими. Я не ожидал, что он окажется в нижней части списка. То есть, несмотря на то, что огромная аудитория в WordPress, и целая туча плагинов для ускорения. Как ни странно. Я лично верю в этой статистике, что это не самая шустрая CMS, к тому же одна из самых дырявых, как раз за счет распространенности. Вот, наверное, пока и все об этом обзоре. Самое основное, самое, что бросилось в глаза. Пользуйтесь инструментами. Смотрите в Mozilla на вкладку «Сеть». И убеждайтесь, что всякие Яндекс и Контакты, Рамблеры и Гуглы отъедают тучу времени примерно по 30 миллисекунд минимум каждый. И следите, конечно, за публикациями вот этого замечательного персонажа. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...